Всем привет, дорогие друзья, это Комин Биги. Сегодня мы с вами посмотрим матч всех звезд КХЛ. Мы в Санкт-Петербурге, приехали сюда, поболтаем со всеми, со всеми существующими в мире селебами, хоккеистами, футболистами, баскетболистами, трактористами, и покажем вам изнаночку этого замечательного, потрясающего, фантастического события. Кстати, в том числе здесь открыта СКА-арена. Огромная, огромная. Ром, покажи, пожалуйста. Погнали, погнали. Прямо сейчас я открою эту дверь, и мы окажемся в самом священном месте российского хоккея на сегодняшнюю минуту. Это СКА-арена. Сегодня здесь пройдет матч всех звезд КХЛ. Открываю дверь, и там... Я там не был на самом деле, я даже не знаю, что там. Привет. Тут ничего, тут всегда охранник. А там еще один охранник, и еще один. Наш братишка. Парс. Привет, красавчик. Он лучше здесь. И мы начали. Живачка есть? Есть. А ты мне что? А ты мне что? Улыбнусь. Давай. Улыбайся. Лови. Амур. Понятно. Лови. Этому ничего не светится. Номер 2. Динамоминск. Номер 89. Никита Нестера. ЧСК. Номер 97. Как ты? Скажи что-нибудь на белорусском. Тоже не разговариваешь? Итак, друзья, наш отряд глухонемых маскотов пополняет Зубр. Да, Зубр с Беларуси. Ну как там у вас? Зара открыта еще, брат? Не знаешь? Алексей, вы знаете, что вы мне сегодня приснились? Это удивительно. Мы с вами? Я сейчас скажу. Мы с вами встречались. Подожди, ты уверен, что хочешь об этом сказать? Да. Что мы с тобой? Мы с тобой разговаривали на матче в прошлом году. Зенит, когда проиграл ЦСКА, женская команда. И ты еще спросил, где я работаю. И ты сказал, конечно, вас сразу узнают. Потому что вы... Как же ты сказал тогда? Я вас сразу вычисляю. Да, вы дорого выглядите все. Отъем. Реально, ты мне приснился сегодня? Что я делал во сне? А вот так тыкал в меня микрофоном. Я сижу в одном секторе, бегу к подружкам к другому. В другой сектор. Потому что они сказали, что они видят там футболистов. Ой, хоккеистов. Но и футболистов тоже. Здесь же этот еще у нас. Да какая разница? Кому они нахер нужны? В смысле? Кому? Кому? Девочкам, да. Каким? Тебе нужны футболисты? Нет. Ну и все, видишь, что делать будем? Вещи, сон как-никак? Не, у меня уже есть планы. На этот вечер с футболистом. Это какой-то этот ветеран? Нет. Где играет? Нет, давай так. Он имеет отношение к футболу, но он не футболист. Что он делает? Расскажи, мне интересно, ну пожалуйста. Нам нужна хотя бы какая-то малюсенькая сенсация. Я по ночам, периодически. Как часто? Подожди, люди, связанные с футболом, как у них вообще в порядке с этим? Ну я не жалуюсь. Но ты видишь, я улыбаюсь сегодня. Я думал за то, что я тебе приснился, нет? Ну это, знаешь, это комбо было. Ты, он, у вас двое, я одна. А я смотрю, у тебя гешталь-то не закрытый имеется, да? И что-то жарко стало. Есть один, да-да-да. Вот этот самый? Сегодня закрываем, да. А. А это кто? Что ты с ней стоишь? Если ты с ней подруга? А, она... Давайте мы скажем, что на 300 рублей хочет меня сотрать. Она как-то тебя хочет оформить. В смысле, она уже есть. А уже все? Конечно, мы хотим на память имитированную там... Да, да. Имитированную? Ну как обычно, Леш. Ладно, все, давайте разбирайтесь все с этим всем. Давайте, пока. Рад был видеть. Здрасте. О, привет. Что, какие-то ништяки обещают вам? Все решили. Скользкий лед? Что, расскажи, что происходит. Мы разбираемся тут, насколько все... Вот видео, да, дают там джерси, шляпы дают. Все замечательно. Там, кстати, дети там тоже шляпу какую-то дают. Шляпу. А здесь каски. Да-да-да, в этом вся разница. Самое главное посмотрели. Сейчас уже можно идти на Зенит, Нижний Новгород. А, то есть вы не остаетесь на матч звезд? Ну, мы все увидели, что хотели. Сейчас дальше идем. Давай, можешь период передать кому-нибудь, там, жене, там, людям, которые у тебя улыбаются. Всем привет. Приятно, приятно. Скользкий лед, смотрите. Интересные передачи. И особенно вот этих двух старых. Лысого, ну, и... Из Бразерс. Да, тоже смотрите на выходных, когда жена уезжает. Вот, все. Всего доброго всем. Вы что, не вырежете? Нет, не вырежем. Как вас вырезать-то? Вы себя видели? Самый красивый здесь. Спасибо. Пока. Это Миша. Привет, Миша. Привет, да. Дизайнер. Леха. Ну, художник. Ты художник, а я художник. Видишь, как сложилось? Да, нам нужно... Я не хочу участвовать в вашем шоу. Ну, ты какая хорошая, да? Вот, можно раскрасить шайбу, а Миша тебе покажет. Как раскрасить шайбу? Да. Ну, например, да, могу показать пример, как это делать. Вы можете вместе с Мишей раскрасить шайбу. Хорошо? А сейчас мы вместе с Мишей будем раскрашивать шайбу. Не, ну смотри, это сувенирные такие шайбы, да? Я придумал для них рисунок, там, в своей определенной стилистике такой художественной. Как называется? Ну, авторская стилистика называется, вот. Нормально. Микс будущего науки и спорта. А вот, например, ее можно разукрашивать, да, делать такой. А где краски? Такой. Вот, пожалуйста, маркеры. Ну, в целом, мне как не нравилось, так и не нравится. Я бы все желтое вместе добавил еще, желтое, нет? Давай добавим, конечно. Вот. Все? Да. Кайф, спасибо тебе огромное. Спасибо. Фантастическая работа, друзья, я рисовал впервые с пятого класса. Как думаете, получилось у меня? Пишите в комментариях, не надо, что-то писать. Мужчина, можете дунуть? А дуем в специальном павильоне мира, друзья, дуем за мир. За мир. Первое впечатление. Замечательная игра, замечательная. Да нахер нам игра. Вы были только что в туалете на СКА-арене. Как там? Расскажите. Там никого нет, ребят. Никого нет? Никого. Все на матче. А вы там один были? Только один. Понравилось вам, нет? Нет, в туалете не очень. Не очень? А что не понравилось? Давайте от 1 до 10 оценка туалета. Оценка туалета? Да, мы сегодня проводим эксперты. Нет, оценка 10 всего в принципе стадиона в целом. Да, и туалета в том числе. Хорошо, бумага есть еще? Я за бумагой не наблюдал. А вы что, не вытираете руки? Все, ребят, спасибо. Подождите вы, руки не вытирали. Как дела? Круто. А вы сосиску еще не взяли? А, понимаю. К сожалению. Что вы едите тогда? Блин, лучше не спрашивайте. О, расскажите, я никогда у меня не был, а мне нужно знать. Вам не надо, покажите. О, красота. Очень хиптерское блюдо называется крем-борщ, например. Крем-борщ. Грибной крем-суп. Чем еще наполнена ваша жизнь, кроме крем-супов? Любовью. Любовью? Конечно. Сколько раз в неделю вы занимаетесь с любовью? Ноль. Почему так? А тоже из-за этого? Из-за этого тоже. А чем мешает? Да, да. Ну, это внешняя, внешняя штука, но есть еще... То есть она сразу отталкивает? Но есть внутренняя еще, которая... Это как? Объясните. Ортодонтический мини-винт. Как это? В мясо вкручивают болтик типа из Леруа Мерлен, что-то. Вы точно хотите это все знать? Зачем? А я удалила четыре восьмерки. Я прошла афганскую войну. Имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит? Кандибобер при мне. Питерский. Какой план на 2024 год у вас? Какой план? Ну, кроме того, чтобы начать заниматься любовью, наконец. Ортодонтический мини-винт обещали снять. Я верю, что любовь в том виде, который вы представляете, она появится, да. Она очень важна. Куда писать? Нельзя, никуда писать. Вам не надо писать? Нет. А как, у вас есть кто-то? Посмотрите, сколько всяких штук весь. А почему ноль? Говорит о том, что... Сколько лет в браке? Восемнадцать. Ааа, серьезно? Я пошла. Стойте, подожди, какие все... Вал восемнадцать. Мне тридцать восьм. Хорошо вы выглядите. Спасибо. Восемнадцать лет, друзья. Все. Ноль. Подожди, стой. Один вопрос. Тебе сколько лет? Двадцать. Ты его тоже не разговариваешь. Вот спроси его чего-нибудь. Здорово. Что я? А ты кто? Голубь, походу. Голубь, да. Сейчас, смотри. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ты что, слабее Голубя, что ли, эй? Он чуть не убил ее. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы знаете, что мы с вами болеем за одну команду? Не знаю, Барсик. Конечно. Да. Барсик белый. Да. А слышали песню про белого Барсика? Конечно. От Камели Харрисовой? Конечно. Есть что-то хуже этой песни? Белый Барсик мой любимый, дикий хищник непокоримый. Ну зачем вы так оскорбляете Камелю? Слушайте, нет, я люблю рэп, я люблю как бы, ну, Акбарс, но вот это просто... Но все равно от души же она это сделала. Ну да. А вам знакомо слово кринж? Ну да. Что это значит? Ну какое-то не очень такое. Ну вот да. Я уже двадцать восемь лет болею. А лечиться пробовали? Бесполезно. А родные пробовали отправить какой-нибудь в стационар? Все родные уже тоже заболели. Они уже сами заболели. Они уже не то что не против, они уже теперь еще хуже меня болеют. Ну, вы такая классная. А слово пацаны смотрели уже? Ой, отрывок какой-то смотрел, но мне не понравилось. Жестокость не понравилась. Что может там не понравиться? Ну а что, а бригаду вот вы в молодости смотрели, что? Думаете, по-другому что-то изменилось? А я бабушка старенькая, нервы, нервы. А вы не захотели ворваться в какую-то банду там, типа? Это же Казань. Нет, я только могу банду хоккейную какую-то ворваться. Прорвемся, ответят супера. Скользкий лед, Денис Казанский. Знаете, такой конечно. Конечно, Денис, это мой лучший комментатор. Ну, шарят люди, а? Слушай, у меня главный вопрос для всех болельщиков Акбарса. Есть что-то хуже, чем рэп Камели Харрисовой? Только песня «У меня все хоккей». «У меня все хоккей». Ну, сейчас мы увидим. Добрый вечер. Здравствуйте, Денис Олегович Казанский. Здравствуйте, здравствуйте, Алексей Романович Хрущев. А что мы не отвечаем на сообщения? Я вам ответил, если вы сейчас обратите внимание, там есть у вас кружочек записанный с координатами, детальми. Уважаемый, я на какой-то ресторан КХЛ. Я даже не представляю, где это был лучший мир. Какой-то ресторан КХЛ, очень точно. Если ты видишь, что КХЛ, вот сюда. А ты где? А я вот здесь. В каком-то ресторане КХЛ, да? В общем, мы готовим все это, Роман Шарти. Так, а что, расскажите, какой-то секретик, что мы увидим? Это будет прямой эфир. Тренер и его помощник, футболисты, собственно, не футболисты, хоккеисты. Мы сидим, болтаем. Мы просто нашли огромное количество пересечений, как они стали в паре. Ну, посмотри, Разин и Аршавин. Они одного роста. Они оба невероятно умные игроки. Видишь, в паре работают. А голос у них тоже одинаково мерзкий? Нет. Ну, нет. Ну, просто уточнили. Смеются здорово. Смеются здорово. А можешь, пожалуйста, демонстрировать, пожалуйста, для нас? Блин, я забыл, как аршавен. Ну, и что? Широков, Кудашов, оба из Москвы. Ой, мне сказали, Широков шампанское пил сегодня утром. А я видел в вашем телеграм-канале уже эту информацию о том, что... Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал и на канал Дениса Олеговича Казанского. Да, ребят, будьте ребят. Как называется? Казанский кот. Да, Казанский кот. Мяу. Ну как, честно? Невероятно. Какие-то, может быть, эмоции, может быть, какие-то наблюдения, замечания? Я пару раз чуть не отлетел на Сатурн от этой скорости игры. Реально. Может быть, про еду лучше? Кормят вкусно. А вот эти вот парни вообще что у вас делают? Расскажи про них что-нибудь. Ты их знаешь? Вот эти? Да, вот эти вот. Массовка вот эта. Женщина какая-то хихикает вообще. Кто ее позвал? Зачем ты... Ну подожди, конфликт или что? Какие конфликты? Так. Ну что? Лех, ты скажи лучше. Ты скажи лучше. Тебе вообще как здесь? Я просто в шоке от этих скоростей, друзья. Я чувствую, что на Сатурне отлетел пару раз. Сатурн Рэн Ти Ви, друзья, болеем за нашу родную команду. Роменское! Не, мне кажется, это очень крутой стадион. На всех, которых я был, но я был на трех. На каких был? Давай топ-3. Я был на Динамо и был ЦСКА. Подожди, как ты делаешь? ЦСКА. Вот так. Это моя методика. Как-то в тупик как будто заходит наша беседа, правда? А ты спроси о чем-нибудь искренне. Не вот это вот напускное свое. Вот всякие хихоньки да хахоньки. Ты спроси, что тебя правда интересует. Я тебе отвечу. Что ты ценишь в женщинах? Доброту. А сиськи? Какие сиськи? Это хорошо, но главное это душа. Давай еще один искренний вопрос. Блин, а есть ощущение, что вот Дима Баринов, я к нему всегда подхожу, он меня нахер шлет. А сейчас он как будто со мной разговаривает и все нормально. Знаешь такого футболиста? Нет. Вы с ним похожи очень сильно. Дима Баринов. Посмотри обязательно потом. Похожи? Да? Да, согласна? В жизни-то нормальный человек. Ну вот только камера включает, микрофон в руки и пошел. Дя-дя-дя-дя-дя-дя-дя. Посмотрите. Кстати, очень точно меня показывает, да? Похоже? Вот ты пошел. Вот он я. На естественном. Вот это вот гниль. Вот это вот мразь. А ты мое шоу смотрела? Да. Ну что ты можешь сказать? Вот я реально мразь или нормальный человек? Ну, мне тяжело смотреть, правда. Почему? Ну... Что не так? Блин. Я просто очень люблю людей, а ты не всегда их любишь. Да такое доброе. Ну, честно. Если ты любишь людей, зачем ты ушла от Дениса Казанского? Я не ушла. Я продолжаю общаться. Просто хочется... Лишь бы куснуть, лишь бы подковырнуть, а? Вот этот вот черкаш из этой грязной корзины. Вот ребра залезет. Вот нутро человеческое. Тебе приятно с тобой? Конечно, мне приятно. Ну, смотри, что творится, а? Напал на девочку. Беззащитно. Сначала обозвал кадры, потом подошел... Как я ее обозвал? Нет, это неправда. Все вырежу потом, правильно? Ты не вещь. Спасибо. А ты говоришь, я злой. Нет, видишь, какой добрый. Все, я ухожу. Ну, существо меня убьет, смотри. Здравствуйте. Да, привет, привет. У вас выпустили с Матч ТВ? Да. Под каким предлогом? Матч звезд КХЛ. А, понятно. Все думали, что я хоккеист. Наконец-то вы тренер. С кем-то перепутали. С кем конкретно вас перепутать могли? Как вы думаете? Ну, я не знаю, у кого волосы длинные, как у меня. Скажите секрет, вот как вот вы делаете так, что они как будто замерзли у вас? Что это за эффект такой? Какой секрет? Мы об этом сейчас говорили. Я стоял, я подзамерз немножко. Давайте, как обычно, по традиции, обругаем Абаскаля. Скажем про то, что это не тренер, а вообще как бы Спартак в беде. Да нет, ну что вы, нет. С первых туров говорил, что Спартак с таким составом должен быть в тройке. К сожалению, он не находится сейчас в тройке. Поэтому какая разница? Ну, третий, пятый, какая разница? Отрыв от первого места пять очков, по-моему. Все это до конца будет. Все, что я говорил про Абаскаля и про Спартак, то, что происходит. Что сбывается? Ну, конечно. Просто я же не говорил, что это просто ситуация такая, что Спартак по-любому будет наверху. Он обязан быть наверху. Играет же футболист не Абаскаля. Абаскаля в футбол уже не играл никогда. А, вот в чем проблема. Что если человек не играл сам, он тренировать не может? А примеры есть такие в российском футболе? Ну, два или три может быть. Слуцкий? В европейском футболе их два-три. Но это всегда было. А в российском Слуцкий подходит? Ну, раньше подходил, сейчас уже нигде не подходит. А почему? Что со Слуцким не так? Да вы сами знаете, что с ним не так. А вы смотрели шоу? Да нет, конечно, я же не больной. А только больные смотрят? Да нет, я не знаю, кто смотрит. А почему вы не стали смотреть? Это же такой большой резонанс произвело. Ну, для кого? Для кого? Для нас резонанса никакого нет. Для футбольных людей вы имеете? Ну, конечно, конечно. А раз вы вот так вот предсказываете все, можете предсказать тройку по итогам РПЛ в этом сезоне? Чтобы мы потом сверились, совпал или нет? Ну, Спартак должен быть. В третьем? Должен быть в тройке, да. В третьем? Должен. По составу он должен побыться. Это уже предсказали. Ну, в принципе, ну, что тут выдумывать? Ну, в футболе давно все понятно. А, вам вообще понятно. Конечно. А вот из царских дел, что вы сегодня царского сделали уже? Не мешал и тренеру, и ребятам. Так вы в футболе так же? Конечно. Никому, ни одной команде еще не помешали. Главное, главное не мешать. А вы учите на тренера? И делайте умный вид. У вас получается. Да. Учитесь на тренера еще? Да, вроде занимаемся, да. Да? Конечно, учимся, конечно. У нас полтора года. Все, не буду вас отвлекать. Спасибо. Пейте чай. Все, хорошего вечера. Увидимся. Мы в хоккее. В хоккее все-таки, да? Пробрались куда-то в спорт. Ну, хоть куда-то, да, где-то зацепиться надо. За судей? Сегодня даже желтую дали, ни за что. Как обычно, как обычно. И что вы, хотя бы щелкнули ему по щам? Он далеко стоял, просто. Я вот сегодня прилетаю в Петербург утром, и первое сообщение, которое я получаю, знаете какое? Доброе утро. Если нужны эксклюзивы, как широко в сутрах лещет игристы или хоккеисты в лобби кадрят шкур, то я знаю адрес. Все участники живут в моем отеле. Как шампанское с утра? Не знаю. Шампанское с утра, мы же по фильму знаем, кто пьет. Или аристократы, или дегенераты. А вы аристократ? Ну, в какой-то мере, да. Как Юрий Жирков, только он играл в Челси, аристократ поэтому, а вы потому что пьете с утра шампанское. А я, да. Какие у вас еще вредные привычки есть? Никаких, только единственные. А вредная привычка у меня еще завелась последние лет семь, наверное, это обыгрывать в хоккее мостового. Не стыдно старичка-то? Ну, стыдно, но что делать? Уважение к возрасту какое-то должно быть? Ну, дали вот ему выиграть сейчас, видите, по пустым воротам они бросали, они там выиграли. Ну, у вас чего? Говорят, убрали же, нет? Ну, вот убрали на один день только. А сиротелы в студии. До сегодня. Я прям смотрю, думаю, господи, кого-то не хватает, то ли Мора, то ли мостового, кто из них там, я просто не отличаю уже. В интернете очень много хейта. Их вам в том числе. А вживую люди когда-то предъявляли вам, ну, подходили, говорили, просто обычно люди стесняются. Они в интернете пишут всякую херню, а живьем, вот как я, например, подходят, говорят, ой, Роман, такой классный футболист, попал в челочку. Так примерно и происходит. А были такие люди, которые подходили, прям такие, алло, ты че? На стадионе как-то раз был. А вы сказали, типа, дома мог сидеть вот это все, да? Да нет, я не стал, человек агрессивный. А, страшно? Конечно, вдруг еще. А вам тоже бывает страшно? Я же не бесстрашный. Я просто как-то видел, вы такой агрессивный на поле. Взяли, просто захерачили чувака, судью. Просто ногами. Чувака, чувака, ногами. Жестко вообще. Я такой, думаю, просто вообще оторванный. Злее, злее. Думаю, дай-ка я его подгашу к себе в подкаст. Да, приходите, кстати, во вторник. Расскажите и про старого Мельника, про крышечки. На самом деле это уникальный суть. Без шуток, сейчас вот абсолютно серьезно. Давайте просто расскажем для зрителей, которые не понимают, о чем идет речь. В 2002 году, когда сборная поехала на чемпионат мира, вы смотрели его по телеку и с корешами собирали крышки от старого Мельника. Да. Через 6 лет вы поехали уже на Евро. Да. И стали бронзовым призером. Да, за счет крышек. Собрали крышки и поехали? Ну, конечно. Я один из крышек собрал, как раз в стартовый состав. Это поэтому Виктор Гусев сказал, что вы не защитник? Или как он сказал про вас, помните? Роман Широков, это не уровень сборной. Вы до сих пор обижаетесь на него? Нет, мы дружим. Отлично общаемся. Сейчас мы проникнем в самое-самое, как это называется правильно? Самое святое место этой арены, раздевалка команды СКА. В целом, есть ощущение, что свои домашние матчи Зенит может проводить на самом деле здесь, если у них будут проблемы с их стадионом. Посмотрите, насколько она огромная. Это ванная с тремя кранами, друзья. Первая в России. Здесь будут мыться хоккеисты. Здесь душевые. Станислав Черчесов здесь бы просто разгулялся по полной программе, если бы он знал, что такие душевые существуют огромные. Он бы здесь бил всех футболистов вообще. Видите, я руки в карманы засунул, чтобы они были чем-то заняты. А, чтобы меня не ударить? Ну да. Ну а здесь у нас скромно расположились сауна, баня, бассейн. И, как это называется, ну купеля, да. Для крещения вдруг, если кто-то там родился у кого-то из игроков, покрестить сразу здесь. Как вам? Напишите в комментариях. Все, а теперь уходим, пока нас не выгнали. Пойдем скорее отсюда. А что вы материтесь так? Вы же известный ведущий. Пока же вы не снимаете. Что? Можно же, пока не снимаете. Давайте будем снимать, а вы будете материться. Нет, я материться только могу без камеры. И как он? Вы общаетесь до сих пор нормально? С чем? Конечно, обязательно. Вот тоже общаемся. Сань, ты? Да. Да, это Саня Никишин. А, наш. Наш, наш, хороший пацан. Конечно. Орловский, почти омский. Орел, Омск, ну где-то близко. Орел. Ну, не, 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 Орел, город Орел. Орел. Ну да, он родился в городе Орле. Орел. Да, ну Орел, не птица Орел, а город Орел. А, Орел. Типа не Орел его родил, а город. Да не Орел, и не Орел его родил. Он родился в городе Орел. Орел это как он? Орел обитания. Сейчас, секунду, я вспомню. Сейчас, Адлер. Ну, это рядом с Сочи. Это Орел. Адлер это Орел по-немецки? Да. Получается, у пригорода Сочи немецкое название? Получается, что... Ну, Адлер это рядом с Сочи. Ну, это может не пригород. Что русскому Орел, то немцу Адлер получается. Получается так. Ладно, я пойду на этой смешной ноте. А он из Орла получается? Он Никишин? Да. Да, он из Орла. Подождите, вы меня запутали. Так он из Адлера или из Орла? Он из города Орел, что по-немецки Адлер. Но тот Адлер, который около Сочи, он туда ездит только иногда играть с хоккейным клубом Сочи. Потому что хоккейный клуб Сочи, как это ни странно, базируется на самом деле в Адлере. А вы можете перестать меня путать? Вы можете сказать нормальным русским языком? Никишин, откуда? Никишин из СК Санкт-Петербурга. А город, из какого, где он родился? Где он родился, Орел? Все, уходите. Я не могу уже больше с тобой говорить. Но иногда играет в Адлере. Все, пока. Уходите. Если ты что-то понял, напишите в комментариях. Я не понял ничего вообще. Расскажите, как здесь вам? Хорошо, отлично. Что за зоны здесь сегодня? Випец зоны. Кто из знаменитостей сегодня здесь был? Не скажу. Не скажете? А вы никого не знаете? Нет. У вас телевизора нет? Нет. Нет? Нет. А вы развлекаетесь? Ну так. А вы в охране работаете? Да. У вас конворды? Да. Животное, символ Казанского Акбарца. Четыре буквы. Не знаю. Спасибо. Я так и не понял, Адлер или Орел? Что он говорил вообще? Кто этот мужик? Вы его знаете? А как отсюда уехать? Кто? Сергей Валерьевич. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну как вам в Перми? В Перми стремится в КХЛ. Что мешает? Практически ничего. Единственное, что... Вы как-то можете помочь? Безусловно, мы помогаем. Что вы сделали? Ну, мы лично заливаем каждую зиму. Ой, знаете столько людей, которые заливают? Да? Да, их очень много. А кто заливает лучше всех? Хотел залить. Ну, у меня есть вот, например, очень хороший парень, который заливает великолепно. Кто это? Это Саша. А вот. А шлифует лучше Вася. Ну что, друзья, вот мы и познакомились с этой великолепной командой. А сегодня здесь вам как? Супер, потому что такой масштаб, то... Величие. Это шоу, да. Это уже такое шоу, поэтому будем приезжать каждый год. Ну, через пять лет примем вас в Перми. Точно? Не заливаете сейчас? Ну, я шлифую. Или шлифуете? Шлифую. Шлифуете или заливаете? Заливаете же другое. Подождите, я что-то уже запутался. Так нет, заливает Саша, шлифует Вася. А вы? Ну, я просто комментирую. Вот мы и разобрались. А вы чего хихикаете? Вы кто-то из тех, кто шлифует или заливает? Я хочу сказать... Пойдете, я хочу сказать просто, чтобы вас довезти. А вот, друзья, и лифт, который меня убьет. Смотрите на Роберта. На Роберта. Чем Роберта? Человек начал играть в хоккей в 56 лет. В 56? Сейчас ему 57. 57. Роберту 57, начал играть в 56. Значит, сейчас он уже в лучшей хоккейной лиге Перми. Представляете, какой уровень в Перми? Ужасный. Люди в 57 лет играют. Нет, это Роберт великолепен. Сейчас хотим ему заявить в книгу рекордов Гиннесса, потому что человек за год научился кататься так, он даже может уже... Он сильнее Загитовой? Нет. Загитовой? Да. Нет, я не буду врать, Загитовой он не сильнее. Он и фигурис, он хоккейст. Да. А это не одно и то же? Я просто не разбираюсь. Эти коньки там вообще ничего не ясно. С кем мы связались? Значит, Роберт... А я просто заливаю, не обращайте внимания. Просто Роберт... Ладно, этот мужчина что здесь делает? Этот мужчина просто как массовка всегда с нами. Ваш москот. Он крупным планом. Так. Он крупным планом. Расскажите про себя уже. Я вообще... Меня зовут Сергей. Угу. И я в большей степени бодибилдер. Можешь что-нибудь показать? Что показать? Битцесс показать, но для этого мне нужно раздеться. О, давайте. Можно не влезть? Раздеться еще раз. Раздеться еще раз. Давай, конечно. Серый! Давай! Серый! 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 Горж! Главное спорт, главное здоровье, главное, чтобы все занимались любимым делом. Он желает того, чего у него нет. Все, мы поехали, пока. Так все, стыдиться нечего. Роберт уже в 57 научился играть. Вы покажите нам что-нибудь. Для этого... А я могу спеть. Пройдут дожди, сойдут снега. Кстати, что касается шансона. Так. Вот я откинулся. Какой базар вокзал. Чальники, я гулял на склоне дня. Вот этого человека, знаешь? Ваш муж? А вот вас не пугают вот эти вот замашки, вот эти вот зоновские какие-то? Привыкли? А почему вы думаете, что эти зоновские замашки? А я не знаю. Это же петь. Это замашки. А, просто спеть? Конечно. Ничего такого, просто песня. Конечно. Мы же не шушпаны какие-то, понимаете? Вот это неплохо было. Здравствуйте. Что мама сказала? Мама счастлива. Извинения приняла? Абсолютно точно. Как хоккей? Хоккей? Космос. Широков сказал, что он не мешал сегодня тренеру тренировать. Вы... Какая у вас функция была? Помогали или не мешали? Я помогал, да, старался, насколько... Заменки подсказывали или что? Я, как говорится, раздевалку держал. Я чуть-чуть помладше. Ага. Да, и соответственно... А как держать раздевалку? Вот как правильно зайти? Песнями на одной волне там перетерли за то, за... Алёнь! Шушпаны, здорово! Это я, Дим Косычёв. Ну, кстати, плейлист был оттуда. Песню с MTV помните вот свою? Беллидинов помнит? Да-да-да, конечно помню. А какие слова? Можно четверостища хотя бы? Вы там сидите. Попкорн едите. Вот возьми Децла, поставь его на правый край. Дай ему мяч. Скажи, на, играй. И вы увидите, что мы разные с ним проповедуем. Он траву курит. А мы по ней бегаем! Йоу! Реально, молодежь на одной волне. Хайп. Движ. Или как там у молодежи сейчас принято? Флексить. Йоу, флексить. Йоу. Какой самый дорогой чай, который вы пили? Пил в Пекине пуэр 83-го года своего рождения. Да, он стоил чуть больше 10 тысяч долларов. Ого! Но нам дали попробовать, и мы его не покупали. Какое ощущение? Вот с чем сравните этот вкус? Жаба душит. Когда пьешь. Ну и напоследок. Кто мы? Мясо! The next day. Как у вас дела? Отлично. Так бездельничаете? Да. А чем вы сейчас занимаетесь конкретно? Работа вашей чем заключается? Ну просто лицом торговать. А, и часто вам приходится теперь заниматься таким? Это уже 5 лет этим занимаюсь. Серьезно? Да. А что вот самое тяжелое из того, что вам приходилось делать вот эти 5 лет? Не, ну тренировать. Когда в академии тренировал, это самое нечего. Ну потому что нам было рано приезжать, там рано вставать. А вы не любите вот этого, да? Ну поспать хочется всегда. Наши рубрики выкидываем чайный пакетик с Андреем Аршавиным. За кого болеете? За Зенит Санкт-Петербург. В студии Мачтовая как вам? С кем вам комфортнее всего у экспертов работать? Я их всех убрали. Всех вам на канал. Казанский, Генич. Да. А сейчас Саша Ниценко. Саша Ниценко. Вы смотрите такие коммент-шоу? Сейчас нам больше Биги. У вас слишком такая попсневая передача. А у меня нормальная? А что, какая? Коммент Биги. Это я. Коммент Биги, это я знаю. Нет, другая, которая выйдет с Тарасовым. Подкаст. Ну что, ты хорошая думаешь? Я думаю, да. Там только один, товарищ, нет, конечно. У меня сердце прихватило, подождите, сейчас. Вы правда это сказали? А что последнее смотрели? Ну у вас там все из локомотива. Из локомотива, по-моему, он был. А из «Зенита» некого позвать. Миша Кержаков мог пойти, и не пошел. И что мы увидели сразу же? Гол с углового пропустил. Когда вас отпустят из рабства? Когда мы сможем вас позвать к себе в подкаст уже, наконец? Никогда. Была рубрика «Выкидываем чайный пакетик с Андреем Сергеевичем Маршавином». А можете еще один выбросить, пожалуйста? Давайте в девятку. Сможете попасть в девятку? Вот отсюда. Нет, где девятка? Девятка вот здесь. Это дальняя девятка? А ближнюю нельзя закрутить? Нет, давайте. Кидаю? Да. По центру. Понятно. Извините, а Филатов по каратге будут скоро. Где? Как они выглядят? Эй, Джей, они будут на сцене. Вы на кого больше похожи? На Филатов или на Карася? Я похож на человека, который бежит выполнять свои обязанности. Спасибо большое. Все, пока. А где Филатов и Карась? Вы не знаете, кто это? А можете из бригады что-нибудь сыграть? Потрясающе. Атмосфера вообще. Ну, чего вы под панеру пели? Зачем? Ну, живую пели. Как это под панеру? Да ладно. А спойте сейчас? Чтобы тело и душа были молоды, были молоды. Кто из вас рэп читал там? Мы вместе читали. А рэп можете прочитать? Это я и сам могу. А рэп можете? Рэп-то? Чтобы тело и душа были молоды. Давайте, раз. А не, пять минут назад можете прочитать песню, моя любимая? Какое? А мы не знаем. Давайте рэп, но про распутных женщин. Есть у вас такой? А, просто у нас такого нет. А про Мать есть рэп? Нет. Давай, чтобы тело и душа были молоды. Ты не бойся ни жары и ни холода. Выше, быстрее. Для настроения выполняй простые упражнения. Наши чемпионы никогда не халтурят. Чистая душа и красивая фигура. Пять и шесть и семь и восемь. Спорт сегодня пользуется спросом. Очень смешно. Посмейтесь. Итак, друзья. Алексей Хрущев, Роман Миронов, Пятый канал. С нами была группа Филатов и Карась. Спасибо большое. С моей группой Дип Энд. Как? Дип Энд. А, Дип Эст? И с скрентонитом вот это? Моя любимая. Дип Энд. Дип что? Дип Энд. Как петь-то научились, если вы говорить не умеете? Извините. Один вопрос. Вы Филатов и Карась? Простите, я сейчас не могу ответить. Да, записайте, пожалуйста. Обойдите. Хорошо. Охранник. Что они делали? Вы ругаетесь матом? Это Филатов и Карась? Вообще отказал, понимаете? Мы никому не отказываем. Мы вот артисты очень дружелюбные. Вот к нам подходят люди фотографироваться. Мы говорим, вставайте. А он что сказал? Нет. Нет. Субтитры делал DimaTorzok 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 Подшипником от КамАЗа Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Разрешите? Здравствуйте! Субтитры делал DimaTorzok 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 Да, потому что, может быть, брак по звуку ты... Громко! А, петличка, тогда как хочешь. Спасибо большое. Хороший продакшнэ, подстраховались Чуть-чуть удивил, удивил Гудера друга своего Нормально, нормально. Оператор, кстати, очень красивый симпатичный парень оператор вообще и борода у нее лучше, чем твоя бороденка ухоженная, оператор А у меня? Есть какие-то плюсы вообще в целом? Она такая жидкая Но в целом, я хочу сказать, что поскольку ты в очках, значит ты чувак интеллигентный Спасибо большое, очень приятно Еще какие вопросы? Все, советов больше не будет Да какие уж тут советы, без толку все Шоу с Луцкого и Дзюбы, как вам? Вы там были у нас? Приказало долго жить Но знаешь, в следующий раз, когда они будут стараться войти в одну и ту же реку дважды Нужно звать меня Если спонсоры подтянут Как в Локомотиве вы стали амбассадором И там, собственно говоря, ничего не делаете И получаете очень много бабок, правильно понимаю? Во-первых, в Локомотиве я делаю максимум И воспряла команда Мы нашли друг друга Посмотри, как здорово получается За такие бабки я бы тоже нашел За такие бабки, за какие? Считать чужие деньги, во-первых, а, неприлично Б, причем тут бабки С, я в принципе всегда за Локомотив и за королевский металлист Чувак, я тебя прошу Мы динамовец Динамо обижать мы не будем Я же все-таки почетный динамовец Еще и Спартаковец Армеец Ну и, собственно говоря Россиянин Да, русский, русич И назовет меня в саксующий в ней язык И гордый внук славян И Нине Дикой Тунгус И друг Сепи Калмык Кто он писал? Пушкин Интеллигентные сыны пошли в коммент-шоу Хорошо, последний вопрос Топ-3 комментатора на матч 2 Которые могли бы получить Тэфи, но не получили его Ну, кроме Шнякина Легков, Трифонов, Сева Соловьев Почему ни одного футбольного? Что с ними не так? Ну, они просто уступают этим прекрасным комментаторам лыжных гонок Тут просто честная борьба Какой-нибудь стих напоследок будет? Нет Будет проза, друзья Пока, пацаны Как всегда, спасибо Не очень, не очень Не очень Я и про это и говорю Это в кавычках Но я тебе хочу сказать, что, понимаешь, отсутник то за древностью лет Понимаешь? Хотелось бы оправдаться, да не спросят, вот беда Все, иди домой Какое стихотворение приходит вам на ум, когда вы смотрите этот фантастический хоккей? И Александр Мостовой у нас в составе И, по-моему, большую часть игрового времени они как раз на площадке и находились Сейчас генерируется новое стихотворение Я очень люблю Сомерс, это Моэма Помнишь театр? Театр Жуна и Грош, театр, да Джулия Ламберт Когда, если артист Но если взял паузу, что надо делать? Надо уточняющий вопрос задать Если взял паузу, держи ее Если любишь бороду, отпусти ее Все, спасибо большое А тихотворение какое-нибудь? Напоследок Что-то сказать, любить иных тяжелый крест, но ты и прекрасен без извилин А у тебя левая сторона рабочая? У меня не одной Блин, у меня тоже Это моя фраза, должен был быть мой ответ Губернин сказал, что я очень мразь Неправда, Дима так не умеет Он был в стихах сказал Дима, серьезно? Блин, классно Здравствуйте, друзья Сегодня под звук работающего пылесоса мы поговорим с Сэмой Гаджиевой Не выключайте только, пожалуйста Мне в пуховике остаться Были ли когда-нибудь в вашей жизни курьезные моменты во время прямых эфиров? За воглядов Было такое, например, что какой-то бородатый мужчина подходит и смотрит на вас в упор Я прям один раз вспомнила историю Засмеялась в эфире, потому что меня режиссер рассмешил Есть такой спортсмен, Ногопед И он был в середине предложения А вы сейчас запрещен уже в России, получается? Нет, почему? Почему Рома смеется? И он, его вот эта фамилия была прям в середине предложения И там, значит, результативный эйс, не эйс волейбольный И совершил Эрвин Ногопед И мне что-то как-то не пошло Ногопед Такой Тр-тыр-тыр-тыр-пыр-мыр Вот это все С третьего раза у меня получилось выговорить И после чего мне режиссер говорит Если не идет Ногопед, то примчится Логопед И это мне все в ухо во время, когда я читаю Я думал, скажут, что если Ногопед не идет в гору, гора идет на Ногопеду Да, это у меня в Дагестане так говорят обычно А ты вот в Дагестан съездил, да? Да, съездил шортах Ты видишь, ты у кого-нибудь здесь шортах? Я приезжу просто, я не знаю Ну понятно, ты же должен знать Посмотрите, кстати, выпуск Леши из Дагестана Там целый час Не пожалейте этого часа своей жизни Для того, чтобы восхититься Поставьте лайк, прокомментируйте Расширьте, друзья Слушай, я наблюдаю за тобой в Инстаграме И у меня один вопрос Как в таком режиме и в таком графике жить? Какие-то лайфхаки у тебя есть? Дима! О! Не общайся с этими хмырями Коммент-шоу Почему? Ему нравятся только эти Тимур Гурцкой и... Значит, рассказываю Не склоняется Гурцкая Не склоняется по правилам русского языка Это Хрущев О! Запомнил меня Сам Дмитрий Губерниев запомнил меня Нет, Хрущев классный Я спрашиваю у Эммы Гаджины Как в ее графике выживать вообще Потому что я слежу за ней в Инстаграме И она, ну прям... Значит, запрещенная в России, во-первых, организация Нужно вылазить законы страны, где ты живешь Это первое Не важно СМИ или не СМИ Плашки там все вот это вот нужно Допустим, появился какой-нибудь хмырь у вас футбольный Там плашку Этого чувака слушать не надо никогда, например Да, и бас Вот сейчас она появляется, кстати И все понимаем, да Эмма, востребованная ведущая Да Эмма, человек, который много работает Потому что она не просто красива, умна Она и трудолюбива Это правда? Эмма, фигуристочка Эмма, фигуристочка, да Это ее старая Ника, сейчас у нее другой Какой? А ты же следишь за мной Эмма Гаджиева просто написано В Инстаграм-канале я Эмма-фигуристочка Подписывайтесь Да это вырежут они все, е-мое Не-не, это мы оставим, что Эмму мы очень любим Я пошел Я хочу съесть сырник и выпить кофе А вы мне мешаете Во-первых, не пройти тут у вас Я на аппетита Так вы пришли и сразу все столпились Как сначала стихотворение Значит, я единственное просто хочу сказать Эмма, когда вот всякое говно подходит На интервью брать пожестче А есть стихотворение про Эмму у вас какое-нибудь? Дмитрий Про Эмму? Да Вот какое стихотворение вспоминаете, когда видите ее? Зачем мне небесная манна Когда прекрасна Гаджиева Эмма? Ну хорошо же Да, а про сырники что-нибудь есть у вас? Про сырники, да Чистушка какая-нибудь Стою с утра надежно Коммент-шоу смотрю Иду уверенно на завтрак Ибо сырники я люблю Продолжим Все, а мне пора, мне пора идти, правда У меня же матч уже Блин, ты молодец А, нет Эй, оперантер Коммент-шоу Роман Смотрите Вот, вы видите, как Эти люди все собрались Что делать? Кричать Россия Вот она Простая русская, белорусская любовь К зрителям Правильно же, ребята? Давайте смелее Мешай нам фотографироваться Так У Иннокентия Михайловича Смухтуновского Спросили Иннокентий Михайлович, кого вы поставили Рядом с собой по таланту? Знаешь, что он ответил? Ну это по легенде Так, посмотрел вниз так сказал Никого Продолжаем фотосессию, друзья Прекрасная девушка, идите к нам Она не хотела Она хотела Она не хотела Она говорит, на хер надо Давай спросим, хотела или нет? Хотели вы или нет сделать фотографии? Вот видите Я вам звоню иногда, РБ Спорт Олеся Вот, РБ Спорт Олеся Легендарная А вы трубку не берете, да, небось? Я все время беру и даже перезваниваю Да, да А стихи рассказывают по телефону? Да, было, было такое Когда Ротенберга назначили главным тренером Какой был стих? Расскажите Вот я забыла Я тоже забыл Ротенберга какой-то хороший по-любому Да Много стихов Конечно Хорошая шутка была сейчас, да Копейский рабочий Смотрите, щеглы Копейский рабочий У какого, у какого, доброго, футбольного комментатора есть Знаешь, Копейский рабочий Там же все звезды Голливуда представлены были Я думаю, у Генича только Генича там, наверное, даже нет, кто это Хотя я его Генича очень люблю Вот Копейский рабочий Не знаю, но люблю Не считал, но осознаю Нет, я очень люблю комментатора Генича Он об этом, кстати, сам знает Не надо сейчас Комментатора А человека? Как человек, конечно, он похуже, чем комментатор А Шнякин? Выше, ниже? В этом рейтинге? Кто это? Все, уходим Я не могу столько стихов слушать за один день Если ты не идешь к нам в подкаст Мы устраиваем подкаст здесь Привет Привет, нам сказали, что он здесь, да? Поэтому за ним... Нет, я по запаху Я по запаху этой, как ее долмой, чувствую Здравствуй Все отлично Как у тебя? Все хорошо Мы можем здесь встать? Давай Ну как, питерские каникулы? В Питер всегда приятно возвращаться? Ты здесь забивал недавно В Питер всегда приятно возвращаться Особенно после того, как забиваешь, да? Все тебя здесь любят, наверное, ждут Меня тут никто не знает, кроме моей жены и сестры А сестра? Да Она очень стеснительная, красивая, умная, воспитанная И помаши в камеру, передай маме привет Самая безжизненная просто Самая жизнерадостная Просто она стесняется Просто она в заложниках Ладно, рассказывай, какие планы у тебя на отпуск? Что будешь делать? Мы немножко отдохнем И после... Отдохнем на море И, собственно, после небольшого отдыха Я планирую возобновить тренировочные процессы И готовиться к возобновлению сезона И прийти на подкаст «Плохие футболисты»? Обязательно, обязательно Кого нам позвать, чтобы кто-то пришел и байки рассказывал нам? Костя Марадишвили Вот он косички заплел, ему сейчас некогда Ты видел? У меня, естественно, что-то инфаркт не случился Я просто в шоке Он тебя не предупреждал? Предупредил, но я не верил до последнего Я думал, он шутит Я говорю, зачем так над собой издеваться и над людьми? Как это развидеть, Костя? Он сказал, что мне похуй Я так чувствую Я заметил, что у тебя изменилась походка по ходу прошлого сезона Во-первых, ты шорты подгибаешь вот туда, под трусы прям И вот так вот ходишь Серьезно прям Ну я стану чуточку увереннее, как бы И, возможно, это сказывается на моей походке и на моем вообще стиле Альфа-поведение? Да, да, да А когда на замену ты переодеваешься? А что там происходит? Все пацаны их подзывают на замену Все такие, типа, идут в скамейки И только Найр срывает майку И идут вот эти шорты туда Идет своей походкой вот так вот Я думаю, господи, что происходит с этим человеком? Скажи честно, насколько это убого со стороны выглядит? Ну, кстати говоря, мне кажется, это прикольно Честно, без шуток, уверенный человек должен быть в команде Главное балансировать между уверенностью и самоуверенностью Между уверенностью и кринжем Да, да, да Вот Марадешвили не удержался и рухнул туда Очень красиво сделал предложение Правда? Да А ты как будто слышишь Как будто это не ты придумала Она потом посмотрит, нормально, все хорошо Дай совет, как сделать предложение красиво Надо любить С этим проблем есть Да, да Он все скажет, что-то он лично обижается, что я его прибиваю Прости, пожалуйста, любимый Что страшного, дом поговорил Разберетесь там Это мои входящие субтитры, понимаешь? Для того, чтобы сделать красивое предложение, я думаю, надо человека максимально любить Уважать Даже было, она сказала Да, и вдохновляться просто тем, что в твоей жизни присутствует данный человек Когда ты не любишь, ты не будешь делать как-то предложение красиво и заморачиваться Я честно, я очень долго думал, как это преподнести Какие варианты были еще, какие вот не сбылись? Скажи нам по секрету Хорошо, я на самом деле человек, у которого нет секретов, поэтому буду с тобой откровенен У меня был вариант, я забыл, как называть этот город в Италии Флоренция Флоренция? Да, 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 да Я хотел, правда, хотел уехать туда Один? Да, без нее По видеосвязи? По видеосвязи Заходи за нее Да, именно так На самом деле я хотел, чтобы мы туда уехали как раз в зимнюю паузу И там где-то, знаешь, невзначай за завтраком сделать то самое долгожданное предложение А как получилось? Она не знала, что ты заманиваешь ее на башню, чтобы предложение сделать? В конце она уже начала догадываться, потому что я вел себя максимально неестественно Знаешь, у меня набухло вено здесь, где-то у виска, я начал немножко волноваться И я до последнего думал, что я буду максимально уверен, как вот когда я иду, да, на замену Но просто ты был не в шортах, поэтому было сомневаться немного Да, 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 и я дрогнул, как говорит Зюба Она сразу сказала, да, я такая подумаю, там, не знаю Нет, нет, она в ту же секунду сказала, да Я согласен, брат Немножко прослезилась и была счастлива А фотограф откуда взялся? Сразу фотки красивые А знаешь, как это все было, по чем это завуалировано? Я сказал, что мы едем на экскурсию Востанкино И экскурсовод, и помимо него еще фотографы, которые нас просто фотографируют Там даже не экскурсия у нас была, а просто съемка Востанкино Она когда увидела, такая, я уже третий раз на эту экскурсию иду Я знаю, что никого там нет Слава богу, такого не было, вот И для нее это было неожиданно в какой-то момент У меня просто, понимаешь, нет веселых историй Вот ты мне скажешь, расскажи что-нибудь, что я тебе расскажу Я так не говорю обычно Я готовлюсь сначала, а потом задаю конкретные вопросы А, ну ты профессионал, не то что Тарасов У меня один вопрос, когда ты уже пойдешь в другую ложу? А вы могли бы нам что-нибудь показать из ваших вот этих вот дагестанских? Я уже две фигуристки А вы тоже, да? Я тоже Никита Серебрякова, между прочим Как вас зовут? Кристина Кристина Когда мы первый раз познакомимся, он был очень злой А потом мне купили сидушку для велосипеда уже И я уже никакой злой Прошу Давай, давай, давай Винта параллельнее сделай Офигеть! Я такого никогда в жизни не видел, друзья Это же просто фантастика Даже невозможно поверить, что живые люди способны на такое А ведь могут Давай Вот так и закончим твою программу Давай Это будет, возможно, последний выпуск, друзья Спасибо, друзья Спасибо, что смотрели Это был репортаж Комин Биги С матча всех звезд КХЛ Здесь был Дмитрий Губерниев аж два раза Эмма Гаджиева раза три была И супруга Никиты Серебрякова Кристина До того момента, пока я не обливанул Вы можете подписаться на канал Поставить лайк этому видео И написать, куда мне приехать в 2024 году А вы, кстати, где сейчас все? Я вас никого не вижу А что-нибудь вместе вы еще будете говорить? Я тебя слышал просто издалека А кто? Кто управляет? Кто имя управляет? Ты управляешь? Нет, она... Что, нужно покричать? Это было безумно круто! Это лучшая команда в мире! Это волонтеры! 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 В Fantastic, спасибо вам! Вы лучшие! Я люблю вас! Бейте по центру! Пойдем! Продолжение следует...